Здравствуйте, я Даша Тарасова. Это программа в фокусе. Самые интересные публикации об Азербайджане в российских и международных СМИ. Вот о чем пойдет речь сегодня. Соперничество или сотрудничество? Какую политику выберет Иран по отношению к Азербайджану? Непередаваемые ощущения. Что больше всего удивило звезд Болливуда в Баку? С заботой о людях. Благодаря чему азербайджанские дзюдоисты стали лучшими на Паралимпиаде в Токио. Недавнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране не сходит с первых полос зарубежных СМИ. Но только теперь все больше печет не о самом теракте и его расследовании, а о геополитических последствиях для всего Южного Кавказа. Так, автор газеты The National News, издающейся в Объединенных Арабских Эмиратах, считает, что Иран исторически был не против влияния России в регионе. Но для Исламской Республики неприемлемо усиление позиций Турции и Израиля на Южном Кавказе. В 2020 году Азербайджан победил во Второй Карабахской войне против Армении и вернул оккупированные территории. Тегеран был ошеломлен как военным триумфом Азербайджана, так и более широкими геополитическими последствиями войны. Военной победе Баку над Арменией в значительной степени способствовали два региональных соперника Ирана – Турция и Израиль. После войны Азербайджан еще больше сблизился с Турцией, подписав Шушинскую декларацию о союзничестве. А в Израиле Баку открыл свое посольство. Такие шаги беспокоят Тегеран, но Иран и Азербайджан являются соседями. Их связывают глобальные экономические проекты. Безусловно, Иран и Азербайджан могут многое сделать вместе, в частности в области экономического сотрудничества. Это может включать в себя завершение широко разрекламированного международного коридора Север-Юг, который проходит через обе страны и может обеспечить новый торговый транзитный маршрут из Индийского океана в Европу. Автор статьи делает вывод, что Азербайджан и Иран, конечно, могут выбрать путь соперничества. Но есть веские причины отойти от пропасти и выбрать сотрудничества. Азербайджан продолжает обрастать партнерами. Египетские СМИ большое внимание уделили визиту президента своей страны в Баку. Газета Egypt Today пишет об откровенном диалоге лидера Египта с азербайджанскими бизнесменами. Президент Абдельфа Тахас Сиси провел открытый диалог с руководителями и представителями азербайджанских компаний, которые планируют инвестировать в Египет, а также провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего были подписаны азербайджано-египетские документы о сотрудничестве. В Азербайджане функционирует 51 компания с египетскими инвестициями. Президент Азербайджана дал высокую оценку проведенным в Египте реформам, которые сделали экономику Египта привлекательной. Ильхам Алиев призвал и далее укреплять сотрудничество между странами. Уверен, что ваш визит внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений. Сегодня мы обсудили многие вопросы, как в формате один на один, так и на встрече с участием делегаций и пришли к общей позиции по дальнейшему сотрудничеству. Это сотрудничество необходимо углублять и расширять. Для этого есть все возможности. И сегодняшний визит это еще раз подтвердил. В фокусе турецких СМИ также официальный визит президента Азербайджана в Венгрию. Информационное агентство Анадалу отметило, что Азербайджан и Венгрия подписали совместную декларацию о расширении стратегического партнерства. После встреч в закрытом и расширенном составе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали совместную декларацию в ходе официальной церемонии, на которой также присутствовали министры обеих делегаций. Между двумя странами было подписано шесть документов, в том числе пять меморандумов о взаимопонимании, о дальнейшем расширении сотрудничества в сферах энергетики, культуры и туризма, продовольственной безопасности, миграции и космоса. Энергетический вопрос сейчас больше всего беспокоят европейские страны. Ильхам Алиев обрисовал радужные перспективы для Венгрии. Мы планируем увеличить поставку газа вдвое, а может и больше. Для этого есть и ресурсы, есть и политическая воля, есть и контакты с нашими партнерами. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, затем в Румынию, затем в Венгрию, а после Венгрии в другие европейские страны. Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны. Азербайджан своей дружественной политикой показывает, что может сотрудничать как с европейскими, так и с африканскими, арабскими и другими странами. Каждому будет найден особенный индивидуальный подход. Азербайджан и Армения выясняют отношения в правовом поле. Об этом пишут американские и российские СМИ. Лос-Анджелес Таймс рассказала своим читателям об армянском иске. Армения обратилась к судьям Верховного суда ООН с требованием к Азербайджану, снять дорожную блокаду, изолирующую спорную территорию Нагорного Карабаха, назвав это действие частью акта этнической чистки. Азербайджан отверг это требование, обвинив Армению в использовании спора для создания рычагов влияния на мирные переговоры и подал встречный иск, сообщает ТАСС. Представители Азербайджана заявили об обнаружении на своей территории почти трех тысяч новых мин, произведенных в Армении в 2021 году, то есть после окончания Второй Карабахской войны. Прекращение минирования является главным требованием Азербайджана в рамках ходатайства обведения обеспечительных мер на период проведения основного разбирательства. Это необходимо, чтобы остановить убийство и нанесение травм азербайджанцам с помощью взрывчатых устройств, беспощадно устанавливаемых Арменией. Многие отмечают, что любой суд лучше горячего противостояния, но здесь есть и обратная сторона медали. Стороны идут в суд, когда становится понятно, что договориться между собой у них не получается. Известная индийская актриса Шрадха Стринадх, снимающаяся в Болливуде, посетила Азербайджан. Об этом пишет индийский портал Матрубхуми. Фотографии путешествий по Азербайджану актрисы Шрадха Стринадх стали вирусными в социальных сетях, где она восхваляет Азербайджан. В своем посте в интернете Шрадха похвалила вежливое поведение официантов в ресторанах и услужливых полицейских. Актриса не скрывала восторга от посещения Баку. Она отметила смешение разных архитектурных стилей, от древних стен до зданий в стиле хай-тек. Но больше всего ее удивили другие отличительные фишки Баку. Баку – это смесь эпох и разных культур, поэтому здесь гармонично смотрятся лондонские такси на фоне остатков советской архитектуры. Вместе с обретением независимости в Азербайджане творили именитые архитекторы, но меня больше всего привлек фуникулер, который работает в Баку с 1960 года. Я прокатилась и была в полном восторге от открывающихся с него видов на город. Актриса также отметила, что в отличие от других европейских стран, Азербайджан стал излюбленным направлением для индийцев из-за простых визовых процедур и недорогих цен на дорогу и проживание. В Азербайджане наблюдается наплыв путешественников с апреля по октябрь. Официальный портал Паралимпийского международного комитета рассказал о семейной паре паралимпийской чемпионки Токио дзюдоистки Севды Велиевой и руководителя отдела международных коммуникаций и маркетинга национального паралимпийского комитета Азербайджана Руфата Гаджилы. Они познакомились благодаря паралимпийскому движению. В их совместной жизни есть два самых счастливых дня. Это рождение дочери Эмилии и золотая медаль игр в Токио. Из-за антиковидных ограничений мы выступали при пустых трибунах и не чувствовали соревновательной атмосферы. Мы просто ходили туда-сюда от татами до тренировочного зала. Мы были как гладиаторы. Я пыталась оставаться спокойной и хладнокровной, но я не могла не наблюдать за выступлением своих товарищей по команде. Их победа меня еще больше вдохновила. Наше единство принесло нам победу. Я так нервничал и думаю нервничал больше, чем она. Если вы посмотрите ее видео с Токио 2020, вы увидите там человека, который кричит и прыгает. Это я. Я был так горд и измучен, когда она выиграла. Азербайджанская команда под дзюдо завоевала шесть золотых и две бронзовые награды и внесла весомый вклад в исторический успех азербайджанской сборной на паралимпиадах. Десятое общекомандное место. Такой успех – это результат кардинальных подходов к людям с ограниченными возможностями в Азербайджане в целом. Мы не только спортивная организация. Мы организация, в которой все люди с инвалидностью чувствуют себя как дома. Мы также пытаемся помочь им с трудоустройством и получением профессиональных навыков. В нашем комитете есть эксперты, которые предоставляют планы доступности для проектирования и развития или модификации зданий, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями облегчилась и они интегрировались в общество. Теперь азербайджанская паралимпийская сборная готовится к играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Такие публикации об Азербайджане оказались в фокусе российских и зарубежных СМИ на этой неделе. До встречи!